Книга открыта моком, 20-й том, вопрос 3360-й. Как же говорить о строгих законах у мусульман, а они гонят свою коноплю и всякую наркоту на весь мир? Значит им это разрешается? Отвечает Игнатий Тихович Латкин. Есть шииты и суниты. Кавычки открыты. Коран – единственный источник мусульманского вероучения, хотя на практике с ним по существу равноценным, а нередко даже в случае явного расхождения с Кораном и превалирующим, стало также и священное предание – сунна. Мусульманин подтверждает свою принадлежность к вере посредством краткого символа – шахада. Кавычки открыты. Нет божества, кроме единого Бога, в скобках Аллаха, и Мухаммед – посланник его. Кавычки закрыты. Этой формули нет в Коране, но она основа мусульманского самосознания. Кавычки закрыты. Большая советская энциклопедия. Если по всей строгости Корана отвернуться от всех наслоений за прошедшие века, то получатся ваххабиты. Они многое сказанное не позволяют, а сунна позволяет толковать шире аят и стихи. У евреев тоже было запрещенное много им, но сбыть неверным разрешалось. Так в законе, 14 глава, 21 стих. Не ешьте никакой мертвичины. Иноземцу, который случится, в жилищах твоих отдай ее. Он пусть ест ее. И продай ему, ибо ты народ святой у Господа Бога твоего. Кавычки открыты. Что говорить, далеко не всем пришлось по нраву такие нововведения, как беспрестанные молитвы, запретное вино и курение анаши, шумные праздничные застолья. Строжайшие наказания за воровство и грабеж, и за кровную месть и вовсе смерть. И здесь Шамиль тоже проявил настойчивость и безжалость, как в борьбе против России. И после, находясь уже в русском плену, он будет вспоминать. Я употреблял против горцев жестокие меры. Много людей бито по моему приказанию. Но бил я их не за преданность русским, а за их скверную натуру, склонность к грабительству и разбою. Если бы я поступил иначе, Аллах бы меня наказал за то, что я не наказывал свой народ. Потому что народские верные разбойники, которые только тогда сделают что-то доброе, когда увидят, что на их головами висит шашка, уже срубившего несколько голов. Щит и меч. 2006 год. Странита 6. Книга судей 17. В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. Второй парламент. 31 глава. 20 стих. Вот что сделал Езекия во всей Иудее. И он делал доброе и справедливое, и истинное перед лицом Господа Бога своего. Книга Сирахова. 11 глава. 3 стих. Царь ненаученный погубит народ свой, а при благоразумии сильных устроится город. Тихотворение. При всем желании со всеми мирным быть не удается, но хоть бы на сутки. Бьют по колесам у моей арбы, угрозы стрелами калеными несутся. Я мирный, это подтверждаю сам. Хотя спаривает это и жена, и брат. Мы возвестим на евангельских весах, что накрошил я, стоит подобрать. Указываю массу нарушений. Не где-то, в храме, даже в алтаре. Попам, конечно, это выгорчение. Причем здесь я? Зато не мне гореть. Как умолчать при виде стольких бед, которых тьма и может даже больше? Зачем на этом свете и на том кипеть, когда в атаре рыщут стаи волчи? Но как по-мирному расправиться со злом, не быть виновным за по-уболчание? Не всем с идиотизмом повезло. Ты личность во Христе, не ржавый чайник. Мир наш Христос, с Отцом Он примиритель. И от Него все те, кто Божий мир познали. Где тайный грех лишь стоит только скрипнуть, как взлаются все блудники каналии. И через нас сам Бог всех призывает прийти и перемириться в Иисусе. Тебя укусит критик и прозаик, гьен чернильных стаями напустит. В словах евангельских примерный аромат, живите ли на жизнь или на смерть. А злится столпник, он привык хромать, стоянием алтари пытаются подпереть. Желанием моим не сбыться в этом деле, заговорю о мире, а они к войне. Тревожу, ворошу, пузатых и дебелых, притом с любовью, им я не даю коснеть. 2006 год, Игнатий Тихонович Лапкин